И вот на протяжении довольно долгого времени считалось, что отношение труда и капитала более-менее стабильное. Две трети уходят труду и одна треть уходят капиталу. Это вот когда-то сказал тот самый Саймон Кузнец, который придумал ВВП. И с тех пор считалось, что это более-менее неизменно. Вот исследования Пикетти, они показали, что это не так. На самом деле вот эти доли, они довольно гибкие, они могут меняться. Но на самом деле мы видим, что вполне возможно, в 21 веке капитал будет никому нафиг не нужен. Да, сколько капитала есть у корпорации Google? Ну, сколько у нее есть там, не знаю, станков? Сколько у нее есть компьютеров? Сколько у нее есть, сколько все это стоит? Да, это стоит по сравнению с капитализацией компании Google копейки. Капитализация Google там сколько, по-моему, 500 миллиардов долларов? Я думаю, что все имущество, которое есть у Google. То есть непосредственно физическое имущество, вот тот капитал, который, значит, и включает, я не знаю, какой-нибудь оборотный капитал там и так дальше. Все это стоит там абсолютные копейки. Но я не знаю, сколько стоит капитал Google, но думаю, там может быть 10 миллиардов долларов. Ну, может 15 в крайнем случае. А капитализация у нее там числяется сотнями миллиардов. И практически весь тот доход, который получает компания Google, он идет, он, как бы это сказать-то, господи. Ну, он уходит. Что это там? Алло? Да-да, я тут, я тут. Да, он, короче говоря, вот в этих новых компаниях, да, капитал, в общем, короче говоря, не нужен. По большому счету, много ли капитала нужно компании Facebook? Много ли капитала нужно компании? Ну, я даже не знаю, какую компанию. Какие у нас там самые богатые компании? Да даже тому же Амазону, откровенно говоря, много капитала не нужно. Ну, да, ему там нужны складские помещения, все это довольно дорого. Но если мы посмотрим на то, какая у него капитализация, да, все эти складские помещения по сравнению с капитализацией тоже будут стоить копейки. То же самое справедливо для кого угодно. Да, для того же Apple. Хотя он производит вообще-то физический продукт, да, смартфоны, но то же самое. И вполне возможно, что в 21 веке как раз капитал, вот все эти станки и оборудование, и так дальше, здания, они как раз будут не нужны для экономики. Слушайте, слушайте, нам только что страйк кто-то кинул. Канал, я правда не знаю за что, какое авторское право мы нарушили. В общем, сейчас трансляция продолжается на Твиче, а на Ютубе все, нам канал выпилили. Серьезно? Выпилили вообще канал? Ну как, канал не выпилили, но стримить нам теперь нельзя на нем будет. Слушайте, это я, наверное, сам себе сейчас скинул страйк по всей видеости, как бы. Как? Ну, как, собственно, об этом напишут потом, я думаю. А, в этом смысле? Ну да. Слушайте, так мы же, подождите, мы же не нарушали никаких авторских прав. Вот не знаю, он, наверное, тоже транслировал. Сейчас, секунду. А, что, музыку? Нет. Сегодня только классику исключительно. Шостакович и Бах у меня были. Я думаю, это Ваня Миронов, он нам мстит. Нет, я думаю, что и мне, и Миронову кидают страйк, они и те же, как бы, товарищи. Просто, когда страйк летит Миронову, то это я кидаю. А как там ваш администратор Ютуб-канала? А? Как ваш администратор Ютуб-канала? Вот, поэтому все вот эти разговоры, они бессмысленны по определению. Таких каналов штук 10. Так, секунду, сейчас я попытаюсь. Просто дело в том, что мы сейчас с каналом оригинала стримили. Сейчас я попытаюсь понять, как бы, причина страйка. Ну, для меня, на самом деле, это не проблема нисколько, потому что я сейчас в рестриге просто адрес другого канала вобью и буду с еще одного канала стримить на Ютубе. То есть для меня это совершенно не проблема. Сколько нас вообще людей слушают? А на Ютубе на пике нас смотрело более 300 человек. Так, на Твиче сейчас смотрят 155. Ну, зарегистрированных имеется в виду. А мне сказали, что там отражаются все, а не только зарегистрированные. А, ну тогда 155. Ну, на Твиче, а на Ютубе 300. Так, ну, смотрело, теперь уже нисколько не смотрят. Потому что... Почему? Ну, потому что все. О, страйк прилетел. А, а на Твиче она слышно еще, да? На Твиче, да, мы на моем эфире. Я думаю, что просто мы уже вышли. Не, а я сейчас другой URL в ИСОКРестриме. Понимаете, в чем дело? Да, дело в том, что страйк-иметатели, они жестко прочитались. Потому что они-то учитывают, что у меня, как бы, мои трансляции, они привязаны к какому-то определенному каналу. И поэтому, если они накидают ему страйков, то, как бы, мои вещания прекратятся. Но они не учитывают одного момента. Я стримлю через ИСОКРестрим. И поэтому мне насрать абсолютно. Они могут выпиливать хоть как бы по 10 каналов за трансляцию. Я буду просто на новый канал переходить и все. Какие вы хитрые. Я просто думал, что мы уже вышли из эфира и собирался обсудить... А я могу звук отключить? Не-не-не-не. И собирался обсудить наша с вами договоренность о посещении BDSM-клуба. А, ну, видите, да. Как, кстати, моя новая аватарка? Мне очень нравится. Я прямо в восторге. Нет, серьезно, искренне. Нет, я тоже. Я правда говорю, что... Вот. Так, есть еще одна. Сейчас я вам кинул и скажете, как вам. Сейчас, секундочку. Вот. Поэтому, собственно, обращаясь к людям с проекта-кидателем, я могу сказать... Не кидайте, пожалуйста, страйки. Не-не-не-не. Наоборот, наоборот. Ребята, вы можете кидать, продолжать кидать страйки. Обсудить никакую проблему я в этом не вижу. Потому что я пользуюсь замечательной программой, которая называется ReStream. И, как бы, я сейчас просто URL новый вобью и... Я вам пил в ВКонтакте этот самый. Еще одну аут. Сейчас, секунду, я посмотрю. Вот. То есть, я просто вобью новые URL и код трансляции, и просто будет трансляция на другом канале. Окей. Окей. Вот. Так что, в общем, никакой проблемы в этом абсолютно нету. Можете продолжать кидать страйки абсолютно без проблем. Так. Ну, что у нас? Так, сейчас, секунду, я продолжу вопросы. Сейчас у меня просто диска идет. Так, а я сейчас все-таки найду. Так, значит, так... Читаю пока, что вам, наверное, что-то забавное. А, мне написали сейчас, маргинал написал, что запись сохранилась из стрима. Так что, собственно, запись уничтожить у них тоже не получилось. Хорошо. А, вот, смотрите. В Британии активно обсуждается поднятие пенсионного возраста судей. В связи с этим пресса публикует обращения от граждан и судей разных судов. Вот одно из них. В Таймс. Сэр, я хотел бы выразить свою поддержку лорду-председателю Верховного Суда. Будучи назначенным судьей до 1995 года, мне было позволено находиться в должности окружного судьи до 75 лет. И после этого я служил еще судьей Верховного Суда Гибралтара, начиная с 80 лет, в течение двух лет. И все без проблем. До последних двух недель, когда, исключительно благодаря тому, что я немного ошибся в именах, я дал одному очень назойливому адвокату защиты три года тюрьмы. И, кстати, меня поправили только через полчаса. Его честь Харрингтон Блэк. Видите, как люди не хотят на пенсию уходить. Да. Говорят, мы будем сидеть до последнего. Мы готовы. Мы готовы сражаться. Все как. Все как. Да. При позднем совке. Ну ничего, скоро люди станут жить до бесконечности и вообще уйдут в компьютер. А в компьютере, как я уже рассказывал, там большая этическая проблема, что все будут создавать искусственных людей и будут их насиловать, трахать с утра до вечера. И это будет большая проблема. Опять, опять вы про свое насилование. Да, извините, меня это не оставляет. Не, вот, кстати, первая аватарка мне больше понравилась, но вторая тоже ничего на самом деле. Но если вот этот вот с белыми буквами как бы сократить немножко сбоку, то в целом, в целом неплохо будет. Да, ну вот буквы, конечно, надо убрать, но ничего там немножко, а там ничего интересного нет, только чуть-чуть башенки. Не, даже башенка останется. Ну, самый крайший, да. Ну, не знаю, мне нравится в том. Не, мне первое как-то больше, там симпатичнее, там и белый мишка, и просто... Да, ну, дохло немножко. Ну, такое бывает. Так, по поводу Маркса мы ответили, да, все, что там... Да. Что ни одно его не сбылось. Да. Так, далее будем отвечать на вопросы или какой-нибудь срач устроим? А давайте лучше на вопрос. Мы уже и так два срач устроили. Лучше давайте вы прочитайте свое любимое стихотворение. Вы меня как на вазе, вот так хотите. Ну, или давайте я почитаю. Давайте вы, да, лучше вы что-нибудь там прочитайте или споете. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне. И если точно розовое пламя, слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот. Потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший добро и зло, Не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества. И как пчелы в устье опустелом, дурно пахнут мертвые слова. Вот такие дела. Ну давайте я что-нибудь из Миллер Монтру, может быть, зачитаю. Мирозданию бесконечному границы нет и края, Как и в загробном мире чистилища нет ада и нет рая. И нет загробного судьи, ведь нет критериев суда. Как не кричат о нем попы, он не придет к ним никогда. И был бы Бог тот справедлив, что, сидя за гончарным кругом, Не овладев искусством лепки, Крушил изделия, что кривые и некрепкие, Своим горшкам тем самым мстил. Давным-давно, со слов жрецов, Бог Иудейский сильным был и юным, Но ныне веры нет в него, И он состарился и умер. Тем, кто его желает воскресить, Идут скорее ослам молиться, Фальшивую пьют кровь и жадно едят плоть, Лишь бы наесться чем-то и напиться. Кто удовольствия не имел и счастья в жизни не обрел, Тот райский выдумал предел и ложных истин ореол. Себя он успокоил тем, что после смерти обретет, На зло всем тем, кто его при жизни отымел, Средь белых облаков полет. Святой себя лишает в этой жизни благ, Надеясь после смерти устремиться в солнечную высь. По-настоящему космических масштабов Им движет алчная и глупая корысть. Готов всю жизнь прожить, смиряясь, Согласит быть морально и физически опущен, Лишь бы когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь Коснуться выдуманных райских кущей. Блаженный думает его душа, Сейчас парит под небесами словно птица, Ведь заповедь смирения исполняя он стоит, Нагнувшись и раздвинув ягодицы. Священник землю осквернив, Подобен мерзкому глисту, Изобретя гиену дьявола и крех, Весь мир земной прибил к кресту. Писание учит возлюбить своих врагов, Последнюю рубаху с плеч снимая, Вторую щеку под удары подставлять, Молиться на распятого еврея И на родившую его в хлеву еврейку мать. Кто утверждать решится, что такая вера, Позор ужасный и безумный бред, Согласно вере их грешит хуля богов, А значит к Люциферу будет полон на обед. Священник говорит про первородный грех И поливает желчью бренный мир, Но голова его пустой орех, А бог его бессмысленный кумир. Подняв к лицу свои ладони, Стоишь пред богом на коленях робко, Но бога нет на синем небосклоне, Он в черепной к твоей живет коробке. И если слышишь глаз его, То значит время пить лекарства, Иначе скоро попадешь В святых, блаженных и убогих царства, Где восседает царь главврачи, Рядом с ним небесной ратью, В одеждах белых не таясь, Гуляют статные медбратья, А в славном царстве нищих духом том, Ряды святых юродивых лежат, Пускают пену изо рта пророки, Глассируют на непонятных языках И обличают мироздания пороки. Пусть будет это всем учением, Сохожу невежество к лимня, Своей религиозной верой Ты создал Бога, а совсем не он тебя. У каждых следствий есть причина. Бог создал мир? Вопрос. Кто прежде создал самого его? Всегда предшествовало что-то, Нельзя творить из ничего. Мир безначален и бесконечен, Он был всегда, и он предвечен. Рождение и смерть одной вселенной Ничто в глобальном измерении, Но не вместит сознание идиота Ту мысль, что в мироздании Вселенным нету счета. Пусть называют Богом высшего, Иного или того, Кто обладает над материей и жизнью, Силою и знанием, Но не является он Богом и творцом Ее мультивселенной бесконечной Глыбы мироздания. И если скажете, мол, Есть ей край, Ответьте, что за этим краем? Не уходите, говоря, Увы, но этого не знаю. Бескрайной иерархии спираль Отсутствует начало и конец, Кто сотворил наш мир творением, Чьим-то тот являлся сам, И у его творца был свой творец. Получишь бесконечно, А, получишь большее число, К числу любому присовокупив один. Над каждым господином есть свой Бог, Над каждым новым Богом есть свой господин. Да, Лермонтов украл у вас этот стишок, да? Да. Это Лермонтов, это Лермонтов. Я понимаю, да, вот. Его стиль. Да, это он Докинза начитался. Я понимаю, да, да, да. А потом и вас прочитал, И этот стих украл у вас, да? И потом в рукописях дошли. Да, да, да. Ну ладно, хорошо же. Хорошо. Так. Осталось спеть только. Что мы будем петь? Ой, я не знаю, на ваше усмотрение. Я тоже не знаю. Я не знаю, что спеть, что спеть. Но поете вы лучше, по Насенкову, кстати. Немножко, да, получше? Ну, в общем, уже немножко. Ну, когда-то в глубоком детстве я, конечно, ходил в... Как-то называлось-то, господи? В общем, подготовительные какие-то классы были при кубанском казачьем хоре. Но от того времени я уже все абсолютно забыл. Это было еще в младшей школе. Поэтому петь я, конечно, не особо умею. Вот. Что спеть-то? Ведь у меня был сейчас хороший голос, но у меня сейчас голос сел. Но я бы попытался спеть путь далек до типа Рерри. Но я не знаю, получится ли у меня. Сейчас я, может быть, попью водички. Она оттаяла немножко. Ой. Хотя, с другой стороны, водичка холодная. А то тут от нее. Так, ну что, я вбил, собственно, URL другого канала. Вот. И... Ну, единственное, нужно будет перезапускать стрим. Поэтому, наверное, все-таки в следующий раз я начну вещать на другом канале на YouTube. Пока что мы только на Twitch. Вот. Ну да. Давайте-то я и спою в следующий раз. Да. Тогда, собственно, нам вата-админ и споет в следующий раз. А сейчас я ищу тебя. Да. Так. Еще вопрос. Вот в лекции о причинах богатства стран вы говорили, что переход от расширенной семьи к ядерной обусловлен жадностью католической церкви. То есть, по мере уменьшения вероятности появления наследника в скобках мальчика, увеличивается вероятность того, что наследство передадут церкви. И вот вопрос. Первый. Если переход от расширенной семьи к ядерным был одним из факторов, который повлиял на появление в Европе тех институтов и системы права, которые привели к промышленной революции, то является ли переход от расширенной семьи к ядерной обязательным условием для заимствования этих готовых европейских институтов азиатскими странами? Иными словами, могут ли в странах расширенной семьи гармонично и продуктивно существовать викторианские институты? Смотрите, викторианские вряд ли в полной мере, а экономические институты, которые создал Запад, да, они могут существовать в расширенной семье. Я опять же советую прочитать. Это не простая книжка, но вот ее как раз я советую прочитать. Называется «Непреднамеренные последствия». Автор Дипа Клау. Вот, почитайте. Она не такая простая для понимания, но с другой стороны, в общем, ничего там особо, какие-то совсем уж там забубленные рассуждения про... Сейчас, одну секундочку, я люблю этот момент. Сейчас, вы пока чуть другой посмотрите, а я пока что найду этот момент, который я очень люблю. Да-да-да, я сейчас заполню чему-нибудь паузу. Опять каким-нибудь стихотворением, кстати, могу. Так. По поводу вашего великолепного стихотворения Лермонтова. Так, так, так. Не, всем понравилось на самом деле. Ну хорошо, хорошо. Я за вас рад. Я как бы понимаю, что людям нравится контент по тем редким моментам, когда они перестают писать гадости про меня. Бессонница, Гомер, Туги и Паруса. Я список кораблей прочел до середины, сей птичьей выводок, сей пояс журавлины, что над Элладою когда-то поднялся. Как журавлиный клин в чужие небеса, на головах царей божественная пена. Куда несетесь вы, когда бы не Елена, что трое вам архейские мужи. И море, и Гомер, все движется любовью. Куда же деться мне? И вот Гомер молчит. И море черное, объяснуясь, шумит и с грохотом подходит к изголовью. Немножко переврал, но не суть. Так вот, я хочу засчитать свой любимый отрывок из этой книжки. Мне кажется, он вам понравится, все-таки у вас образование соответственно. Так. Тулмин утверждает, что к современности вело два пути. Скептический гуманизм позднего Ренессанса, воплощенный Монтэрием, Эразмом Роттердамским и Шекспиром. И рационализм конца 16-го столетия, воплощенный Декартовым поиском определенности, послуживший фундаментом для триумфа научной революции и методов механистической ньютоновской физики, как образца рациональности. Самая оригинальная находка Тулмина состоит в том, что рационалистический проект был вызван 30-летней войной, которая последовала за убийством французского короля Генриха IV в 1610 году. Попытка Генриха создать религиозно терпимое светское государство с равными правами для католиков и протестантов отразила скептический гуманизм Монтэня. Убийство Генриха было воспринято как признак неудачи толерантного скептицизма эпохи Ренессанса. Как утверждает Тулмин, рационалистический проект, породивший научную революцию, вошел в резонанс с развивавшейся параллельной системой национальных государств, созданной Вестфальским миром. Совместное влияние этих двух систем продолжалось до Первой мировой войны. Но в результате тенденций конца XIX века, связанных с именами Дарвина и Фрейда, в броне рационалистического картезианского проекта, отделившего человека от физической природы, появились трещины. Несмотря на замену ньютоновской физики менее механистической физикой Эйнштейна и его преемников, как и в 1630-х годах, политические потрясения 1930-х привели к поиску определенности, вызвав их жизнедвижение логического позитивизма. Ну и так дальше. А, ну тут в общем, сейчас секундочку. Согласно Тулмину, окончательный демонтаж лесов рационального проекта, начавшегося после Вестфальского мира, произошел в 1960-х годах в связи с убийством Кеннеди, столь же символичным, как и убийство Генриха IV. Ну и так дальше. В общем, тут примерно три страницы примерно такого же, значит, полета мысли, за которому следить, конечно, просто невозможно. Вот. Если кто-то что-то понял с того, что я сейчас читал, я вас поздравляю, потому что я это понял, по-моему, с четвертого раза, что вообще имел в виду автор, потому что там дальше еще сложнее. Вот. Но такие странички там все-таки редкость, и в основном более-менее понятно, что имеет в виду автор. И, в общем, многое... На меня эта книжка сильно повлияла, и я, в общем, стал во многом думать по-другому об истории, и вообще о том, как устроено человечество благодаря этой книжке. Вот такие дела. Так. Далее. Так, я вот думаю, может, нам перезапустить все-таки трансляцию, или вы уже нас скоро покидаете? И же, давайте я вас прямо сейчас покину, потому что... Окей, все, я вас понял. А, слушайте, последний вопрос маленький, просто чтобы нам закладочку сделать, как бы буквально коротенький вопросик, у них нет возможности. Ну, давайте последний. Совсем кратенький, и все, и я вас отпускаю. Здравствуйте, Ежиевата-админ. Вопрос Квата. Как вы относитесь к Кудрину и к центру стратегических разработок, которым он руководит? Хороший вопрос, на две секундочки. К Кудрину я отношусь к себе хорошо, а про это я скажу в следующем эфире, мы с него и начнем. Все, замечательно. Все. Так, про Кудрину, запомнили, да? Да, да, да. Все, спасибо, Вата-админ, что не забываете. Видите, вы приносите смерть, тогда вы пришли к Миронову, ему накидали страйк, сейчас вы пришли ко мне. Ну, сколько у нас там было, слушатели, на пике? На пике больше трехсот. Да, на ютубе и еще в твиче сколько-то, да? И на твиче сейчас нас, я скажу, смотрит 211. Ну, все, Ежи, тогда до свидания. В общем, полтысячи. Ага, ну, все, до свидания. До свидания, спасибо еще раз. До свидания. Да, не забывайте, заходите и все такое. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok